Обязательно пишем комментарий, поставим лайк и подпишемся на Вудуш Хайлайтс. Всем хорошего просмотра, давайте начинать! После девяти на Твиче смотри, стримы по родным героям три. И будем начинать, да, я пишу тогда JC vs Kickfreak. Вчера что-то вообще не зашли, катки ужасные. Сегодня будем надеяться будет лучше, всё, сейчас подойду. Я предлагаю сыграть уверенно и крепко. Это как? Торк или чёрк? Ну давайте сыграем, давайте, давайте, давайте сыграем, давай чёрк тогда. Или давайте торк, да, как будет? Давай торк, давай торк. Замок-причал. Ну в целом хорошая пара, и за тот, и за тот замок можно сыграть. Я готов, поехали. Саня, орёшь по ПЦ? Ну ребята, все просили погромче, я, блядь, сделал погромче. Вот сейчас сделаю потише, давайте смотреть. И понеслась, сейчас уже тихо, хорошо, добавляю. Главное, чтобы без перегруза, да, вот так вот. Тише обычного. Всё, я понял, примерно здесь. 4200 даю. Добавил звук. 4700, и отдаю ему, ребята, кассел уже здесь. Так, 4800, синий кассел. Синий кассел, да. Как вы хотите сыграть? На причале сыграем? И овациям кайфанём? 4800 плюсик отдадим ему? Давайте. 4800, так. 1100. Ты ещё 200 даёт. Ну что, думаете, дать ему минус 6000 и сыграть на синий кассиопе? Давайте. Давно не играли в хорошем плюсе за причал. Давайте начинать. Хорошие нам катки на ютубчик. Будем надеяться, она туда попадёт. Будем надеяться, мы это всё дело кайфанём. Посмотрим. Вот, обязательно пишем комментарий, поставим лайк и подпишемся на Вудушхайлайтс. Всем хорошего просмотра. Давайте начинать. От души. Почему причал не особо рейтит? Ну, зависящий от множества объектов замок. Достаточно тяжело ему брать улики по старту. Ему нужно усиление, в отличие от болота. Нету слепы, нету гэма, нету конюшни, нету рынка. Много моментов, много нюансов. Да, Кася, конечно, может выдать супер темп, но для этого ей надо множество-множество всего. Вот, да, она неплох, этот замок, но и, знаете, сказать, что он там ультра-хорош, не так-то просто. Так, ну, поехали. Сегодня Вов, потом или Дота. Слушай, я не знаю, не факт. Что будет? Итак, есть дубина, она бьется рано. Есть два улья, есть конца у дороги, есть щиток плюс три. Ну и давайте смотреть дальше. Гунар есть, как бы тоже здравствуйте, да. С касси сесть на гунарчика, побегать как следует, покайфовать. Пойдемте правую сторону смотреть. Тут Анабель, которая тоже немало что отбивает. И есть еще и при этом корову, этот нычка Никсов. Кстати, Анабель с этим может справиться вообще без проблем. То есть, если Касси отобьет вот эту дубинку, нычки, два улья, конца где-то далеко, да. То есть, ну, как будто бы что-то доесть. Метеорочка у Корониуса. Тоже не самый плохой герой этот, Эйслин. Я люблю иногда ее подмейнить. Но вот два улья, если честно, маловато, да, маловато. То есть, как бы старт-то есть, движуха есть. Но два улья немножечко, все-таки чуть-чуть, чуть-чуть. Хотелось бы побольше. Бабки не проблема. Да, старт в плюсе. Слушай, не очень хочу лак-тесты, если честно. Но я думаю, если прям чат настаивает и хочет, то будут. Пишите в телегу, пишите в комментариях, пишите на ютубчике, если хотите, и мы сделаем вопросов ноль. Так, ну, давай дубину, наверное, бить на первый день и от этого отталкиваться. Да, ребят, вот что я думаю. Дубина, пушка. Есть чем поиграть. 87, не так много. Океанит снизу не могу довести, видишь, как они стоят. Думаю. Так, ну, пушка есть, и я думаю, это основание все-таки попробовать сюда прийти. Ну, основание специфическое, но, благо, есть этот хороший ландшафт. О, так ли он хорош? Вот в чем вопрос. Ну, вообще, как бы, ситуация тяжелая. Это игровая, да какая-то игровая, только начали. Ну, все-таки, да? Ну, все-таки. Так, ну, кстати, справился-то в итоге, казалось бы, вообще без шансов. А в итоге, можно сказать, близко к тому, что и без потерь, да? Отлично. Отлично. В итоге, отлично. 31 какаха, греженая, пала без потерь. В этом, наверное, и есть сила причала. В этом, наверное, и есть его могущество. Ну, давайте думать дальше. Будут вот эти штучки, океаниты, да? Мы это отдадим сюда, и с этой пушкой пробьем уже дальше. Ну, в целом, нормально. Есть Корониус. Купить бы еще Гунары сюда, ко всей этой истории. Непонятно, где его качать. Ульев не так много. Го Монтикоры. Хотелось бы какого-то усиления, чтобы это больше как-то получше пробить. Так, дубина, и отсюда, конечно, вот эту историю, да? Думаем. Как каточки сегодня? Это первая игра сегодня, друзья. Че, по листам только начали. Только начали. В целом, как-то, да, допустим, если даже Гунара подкачать повышалкам магическую составляющую и увеличить, то это как будто бы и не сильно плохо. Все, дубину будет плюсоваться ли это? Ну, сложно сказать, честно. Сложно. Маловато Ульев. Наверное, будет плюсоваться, потому что есть какая-то игра. Есть какая-то ситуация, да, игровая. Но, конечно, нужны будут усиления. То есть, нужно что-то еще. Потому что не видно коробок. Да, не видно коробок. Не видно, друзья, коробок. Не видно дальнейшего развития после собирания двух Ульев. Но из приятного есть бешеная дубина. Есть два Никса. Вот. Можно, конечно, посмотреть дальше. Второй день. Пробежать направо. Взять склеп. Разбежаться. Го жесткое. Ну, неприятное. Плюс конца, видите, есть, да, консерватория. Не знаю, как будто бы плюсуется, но надо смотреть второй день. Сколько лет в удушу? 36. Ну, давайте смотреть. Телега Победы. Что дает Телега Победы, дружище? Она дает 5 золота тебе, 5 дерева. А куда это? Никуда не годно. На лопатке этого фрика. Будем пробовать, ребята. Кикфрик не такой простой. Просто так себя на лопатке положить не даст. И нужно будет стараться. Будешь ли играть в Сталкера? Будет интересно, если мне, моей аудитории, если все это будет, то сыграю. Сам я не фанат Сталкера. Никогда не играл в него особо. Поэтому ничего сказать не могу. Поиграть, поиграю. То есть у меня нету каких-то ожиданий от игры абсолютно. Если она превзойдет, мои ожидания, будет супер замечательно. Но я имею в виду именно не то, что ожидания, да, потому что ожиданий нет. Но имеется в виду, если я кайфану с этого, то пожалуйста. Вот. Посмотрим, посмотрим, ребят. Посмотрим. Я сам не сталкерист. Никогда не играл в Сталкера. Но я понимаю, что это легендарная серия. Будет сыграем, скажем так. Вот. Для меня это не какой-то ультра-релиз там и так далее, и так далее. Просто потому, что я не связан с этой историей. Вот. Если там кто-то запретит там Сталкера в РФ или что-то еще. Я, ну что, для меня это не будет какой-то утратой там, знаешь, какой-то драмой нереальной. Вот. Как-то так. Вот если GTA 6 не будет, будет печально, ебать. Вот GTA 6 это было бы супер круто сейчас поиграть. Прикиньте, вот сейчас бы вышла какая-нибудь ебанутая GTA новая, в которой ты бы залип просто на месяц, нахуй. Квесты, блядь, локации, движухи, не знаю. Плюс-то до лопу, может, он не будет. Я думал нажать плюс, но думаю, что не стоит. Не стоит, думаю, что так байтить жестко. Плюс. Отвечу плюс тоже. Сразу же. И поехали. Мне кажется, что все равно пока выйдет эта игра, пока ее оптимизирует, пока она там пропатчится, бета-тестится, вот, там будем разбираться. Поехали. Ну, пока очень мало всего, все-таки. Так, здесь какой у меня план получается? Грандиозный план Капкан. Я иду сюда. Забираю нимф. Спасибо, нифига себе, Херойс Хаб там подхастировали мощнейше. Всем здравствуйте, ребят. Мы только начали, каточка ночная с Кикфриком. Только-только стартанули. Самое время. Будем надеяться, что получится что-нибудь интересное. Было бы кайфово. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот давайте глядеть, потому что объектов пока маловато, скажу честно. Не надо обдумать, что мы тут будем делать. Привет, подскажи, пожалуйста, почему тебя нет в слай номинациях? Есть. Я должен быть в слай номинациях. Так. Ну, давайте посмотрим, потому что я думаю, если сейчас быков этих не пробивать... То очень сомнительно. 1-1-2 кикфрика, это замечательно. Замечательно. Оппонент зарестартировал, слава богу, поехали дальше. Поехали. Поехали. Let's go направо. Думаю, я бы такую точно не выиграл, и даже в номинантах бы не был. Даже если бы они ее по рафлу сделали, например. Так, есть два улья, есть три улья, это уже хорошо. Все бухтели, что номинация стратежи чисто под тебя. А номинация батл роял, блядь, не чисто под рекрента, ебаный рот. Ну, о чем ты говоришь? Ну, а как тут, как ты хотел? А номинация лучший пердеж, блядь, не чисто под... Ну, вы понимаете, да, о чем я. Ну, короче. Так обсуждать, так это, а что говорить-то? Ее и нет, в прошлый раз была. Так, смотрим. Три здесь. О, Жидид, интересно. Жидид, ребята, это сильно. Золотой мяч под Месси и Рональдо, да-да-да-да-да. Или под Беннингема, да? Кек Вибли. Так, ребят, я всех резуректоров собрал. Это интересно. Так. Итак, шапка есть, щит есть. Давайте дальше. Вот эти три улья справа, они безумно байтят на игровую раздачу здесь. У оппонента нету листов, но вот нам надо что-то думать. Давай за ящиком. 1500, хорошо. Жидид земляной, ребят, Жидидид земляного не часто. Не часто увидим такую историю, да? Я имею в виду, что прям такие каточки. Короче, нужно очень постараться найти слева какой-то компромисс. Еще и ноги 1-1. Очень тяжело будет дропнуть. Вопрос только, с чего тут стартовать? Реально непросто стартануть. Есть два ящика здесь, нужны деньги. Есть четвертый улей. Коробка за кентами и нет возможности ее обойти. Из чего мы стартанем этой замечательной госпожой Кассиопеей. Где мы будем набирать ей экспу. Что мы будем ей делать? Улик сверху четвертый. Супер высоковато. Интересно посмотреть, что тут справа. Касси сюда огромная охрана. Ребята, тут надо подумать плотно. Есть щит здесь. Тут надо подумать. На голосовалку вот здесь вот, ребят, голосовалка. А, подождите, стоп. Голосовалка это слэй, слэйвордс. Безумно был бы благодарен, ребята, кто где-то там что-то. За меня всегда, когда если какие-то я, знаете, не питаю и амбиции с учетом, ну, как бы нашей, скажем, не самой активной в этом плане аудитории, потому что возрастная боли и так далее. Но безумно он рад, если кто-то не ленится и нажимает эту. Всегда приятно, поверьте. Для меня, например, это очень большая мотивация. Наверное, я бы даже сказал, одна из таких, ну, таких важных моментов. Я всякие эти статуэтки, всякие, как сказать, складирую и периодически на них подрачиваю. Так. Ну, смотрим. Щит есть. Блок тут есть. Тут что-то охраняется, да. Думаем, есть почти вот эта штука. Вот эта штука. Есть артефакты впарить. Ну, для меня, например, это мотивация 100 про одну, то есть, часто дополнительная. Так. Ну, а чем себя еще мотивировать? Дополнительно ко всему. Жидит. Еще и нычка есть при этом, да. 870. И заход сюда. Отдаю сюда. 24 стрелка. Сюда, сюда. Так. Карту глянь. Вот сейчас забавно было. Сейчас глянул, было угарно. Так. Ну, вроде бы, армейка, конечно, какая-то есть. Поиграть можно. Свитки бы подсобрал. О, масло еще есть. И скелеты защит. И коробка есть. Ребят, короче, я это плюсую. Скорее всего. Здесь будет два плюса, скорее всего. Здесь, блин, обидно, что придется снимать ответку. Чертову. Сколько демеджа нанесет? Давайте посмотрим. 182. 30. То есть, иногда выбивает, но не факт. Саш, а куда Яма Дарма делся? Почему не играешь с ним? Он сильный противник. С ним были настоящие зарубы. А Кикфрикыч и тем более Жерар, это игра в одни ворота. Приятные игры. Привет, дружище. Да какие нахуй одни ворота в героях, когда у тебя 50% зависит от того, как тебе выпадет и прочее-прочее? Ну, какие же это игра в одни ворота? Быть такого здесь не может, это раз. А уж если ты спрашиваешь про Ямыча, то должен знать, наверное, что давным-давно Ямыч в Джебусе не играет. Он играет ауткаст в одного героя и играет совершенно в другое время. Так что так. То есть ты максимально далек от ситуации, и это вообще от понимания героев, и от того же Ямыча, но при этом делаешь такие жесткие выводы. А осуждаю, в общем. Видно, что прям очень далек ты от всего. Плюсую, друзья. Плюсую. Поехали. Так. Пока плюсую. Тряпки. Ну, ГО супер неприятное, скажу так. Шапка на выходе, да еще и тяжеленная. ГО неприятное, но... Не знаю, насколько фатальное, не фатальное. Да, тряпочки тут. ГО тут. Посмотреть эту коробку. Давай посмотрим. Очки скошены, да, немножко. Спасибо, если что, напоминает. Надо новые купить. Нет возможности, пока нет времени. А так и с радостью купил бы. Думаю, как мы здесь можем начать улик. С чего мы можем начать улик здесь? С какого? И брать ли сразу вот сунда? Жидит тут стоит. Надо блок точно прожимать. Ну, давайте. Фьюром под шаг вверх. Ребята, очень интересная ситуация по старту, как мне кажется. И непростая в то же время. Так. Фьюр. Фьюр сюда. Деньги возьмем. Кабаны. За минус мораль. Еще один улей снизу. Но я думаю, что здесь уже нету рестарта, друзья. Здесь посмотрите, сколько улей. Здесь главное просто не залиться. То есть, тут все, что надо, просто каким-то чудом не залиться. И все. Так. Ну, давайте подумаем. Жидит. Базовая земля. Повышалки. Так. Вегас, мне что делать нехуя. Что, долбоеб, что ли, или что? Так. Так. Саня, привет. Где очки с прозрачной оправой? Где-то были. Кстати, хоть видите, их надену, если хотите. Так. С одной стороны у нас тут движуха. А с другой стороны... Сюда, я видел два улья. Да, я видел, я видел, я думаю. Жидит и аламар. Да, 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 это сильная комбо. Главное, чтобы тебе было удобно. Но не всегда мне, я же не за всем могу следить. Так, если я сюда отдам, думаю. Сюда отдам. Точно ли я пробью этих тряпок? Вот в чем вопрос. Хватит ли мне дэмеджа пробить этих тряпок? Аламар. Нет усилений, да, особо. Бить тряпок? Юр, точно сюда. Переживаю немножечко за боевку, которая потенциально может быть с этими вот товарищами. Поэтому, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть переживаю. Но с другой стороны, если я делаю блес... А, у меня нету, может быть, у меня есть герой громотей? Нету, но есть герой с баликом. Это, кстати, очень важно, и это может зарешать, что герой с баликом. Эта баллиста может помочь пробить достаточно непростую ситуацию. Думаю, матросов апнуть здесь, чтобы точно распинать их. Интересно. Граммар уже походил, а мне сейчас нужно ГМ отдать. Не думаю, что матросов апнуть здесь, это хорошая идея. Думаю, что лучше птиц поставить. Хотя 33 матроса... Аргумент серьезный, да? Плюс балик. Грейт матросов 33 штуки. Нет, нет, нет. Скорее всего, нужен ГМ. Здесь грейт этот не сильно смотрится, скажу честно. Возьмем вот так. Блеса свитка нигде не видно, ничего такого не видно, да? Бежим ровненько сюда. Усилений нету. Короче, буду пробовать бить этих тряпок. Надеюсь, получится. И от этого оттолкнусь. Раздача бешеная. Залить ее не хочется. Но как будто бы охота взять эту коробку, посмотреть вообще, что к чему, да? Почему не делаю грейт матросов? Потому что... Думал ставить ГМ. Ну что, думаете, справится ли эта паскудина со своим замедлением? Выглядит так, как будто бы не справится. 4.10. Чуть-чуть не хватает, если честно. Вот этого замедлить надо будет. Чуть-чуть не хватит. окно пока неплохо пока нормально пока как говорится хилим ся живем видите как баллик помог здесь почему так важно было от него отыграть шикарно взяли воздух землю качаем о ее йо 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 друзья какой же пушка если бы здесь еще и прямо сейчас бы разбиться господи просто цены бы не было ну просто не было бы цены ребята колодец кто-то где-то видел это очень важно разбиться забрать армию да никак никак даже через это никак для прикиньте одной клетки не хватает вот здесь вот ну-ка справа колодец у дороги вы чего нити она далековато то есть это надо разбиться сюда вы к ну кстати так можно сделать но нужно позаботиться о том чтобы тогда пробить этих птиц то есть вот это чел идет направо пробивает этих птиц правильно тогда да тогда и такая тогда это работает тогда это будет работать тогда нужна вот эта шапка ребята очень очень все хорошо надо плюсовать и собирать ульям давайте подумаем раз-два-три-четыре-пять колодец по гост надо работать поехали плюс забираю разбиваюсь отдаем очень интересно что из этого выйдет let's go димонеса там есть старт еще поделать есть голубку удачи есть бешеный плащ но обидно да замок без охраны вы знаете больше всего без когда замок без охраны но ты не можешь его взять на так здесь все-таки я сюда отдаю все это дело ноги 11 я себе отдам здесь я бегу сюда очень надеюсь что это как-то испугается но вряд ли да но в ливне не неважно на самом деле мне эта шапка дороже 12 а что в книжке медленность может какая-то мораль прокнет хотя бы раз но звучит как вряд ли да вроде чуть лучше блядь хуже вообще хуже да господь 16 нула и еще самое главное что еще один улей нашелся что тоже топово шапка топово сюда отошли топово здесь подхватили топово здесь сюда там отыграл не совсем оптимально поэтому получилось хуже здесь суда здесь попытка поставить двух миксов нам же надо кем-то волик залетать здесь отдать единички нажать сюда все сдать суда матросов грейдить не знаю кстати с одной стороны прикольно грейдить а с другой стороны надо ли ну надо было кстати надо было так теперь давайте подумаем есть кассиопея есть кассиопея нужно ли нам сейчас выкупать героя тащить это дело сюда да он хотел бы взять башню хотел бы взять по гост да грейдить матросов шикарно смотрелся я так давно не делал грейд что забыл их этот грейд извините думаю нам ну давайте думать пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам жидит точно разбивка таверна это я могу любым забрать шапка есть не уверен что я должен туда защитить войска очень интересном битва могучая да здесь могучие две три это все надо брать шапку надо все надо я просто думаю может быть пополнить ману через один день потому что очень много чего есть суда касси отправить ее может быть тоже разбить что ли взять все объекты там черные башни это супер хорошо обижал две пищи так ребята думаю плюс 2 за гримляным бегом нет это слишком не сможем потратить нас столько хода на это просто не сможем мне кажется не стоит того надо брать надо брать потому что может быть плащ я сижу такой надо брать потому что может быть плащ надо брать хорошо так здесь герой с баликом привет видел новости о блокировке твиче что думаешь ничего не думаю друзья что думать ульту думать лучше бы другие думали так и так жидит 100 маны резуректы мне уже надо залетать на я все остальное качану я все остальное качану чувак здесь на разгоне сидит и тут думать блин долбоебы блять чё тут еще сказать так 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 красный дракоша да ребят ну собираю по максимуму пробуем щиток такой есть саша для того чтобы выигрывать катки нужно всего лишь родить шоколад твоя тетя зинаида целую в шоколадный глаз чмоки чмоки спасибо 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 приятным пассива актрис там есть спасибо тетя зинаида спасибо поехали так четвертый день друзья пока видите да ни одного объекта не взята не взята пока работаем ни одного объекте к пока нету будем надеяться что появится василиска возьмем золотых махнем так интересно какой же ты хейтер этих ну просто хейтер еще получше шапка короче здесь это нужно делать как мне кажется это нужно делать просто пытаясь набрать максимально заклов и так далее так башня здесь сюда зашел сюда дал так здесь давайте подумаем мне кажется я должен размениваться ребята я должен размениваться на предметы на артефакты потому что все равно матросов резюрект им вроде бы чё-то должны пробивать 100 маны есть вот гол да уж за последние пять лет столько проектов создано сил потраченный денег бешеных и если твич прикроет все насмарку мем смешной ситуация страшная там другое видение понимаешь там как раз таки аналогичная ситуация столько денег в ебан а вот все что ты перечислил только наоборот нахуй так что дружище ровно наоборот так поглядим данного да да я уже под заебал немножко товарищ это итак три улья как собрать их максимально в темп давайте подумаем 40 матросов нам ну вроде тоже должен на матроса брать да конечно что-нибудь придумаем ребята господи сколько я бил 11 немного так 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 Продолжение следует... Чувствовал. Хорошо. Блядь, телега победы. Отдаю все сюда. Это сюда. Давай две рыбы удалять. Начинаем с этого улья, да? Что думаете сюда зайти за знанием? Знание один резурект. Мне кажется надо. Я вот думаю надо, не надо. Блин, надо наверное. Знание слишком много дает. Это целый один резурект. Это много. Где плащ? Да нажидите плащ. Кто ману-то пополнял? Поехали. Кто ману пополнял, на том и плащ. Тридцать и восемь. Четыре, двенадцать. Двенечки. Шапочка. Два никса. Полетели. Так, есть масло. Наверное, кидаем. И летим. Так. Две птицы, три матроса. Не стоит того. Маленький улей. Надо залетать так, ребята. Пять-шесть всего. Так, вот никсов не хотелось бы терять. Но замедление нам ничего не даст. На труп наступил, скотина. Шесть уток. Сто процентов суда. Телегу и щит сдаем в лавке. Ну, скажи, жидит сдаёт артефакты в лавке. Так, а мы пока думаем. Причём, ебать как плотно думаем. А ламар тут. Должен помогать. Здесь ГМ. Хорошо. Жидит бешеный. Всё устраивает. Единственное, что... Ну, от одну манку можно ему залить в целом. И подавайте проходить вниз. Ещё улик. Да я его видел сразу, ребята. Этот-то я сразу видел давным-давно. Куда больше, знаете, интересует не этот, а вот эти два. И вот этот один здесь. Такое ощущение, как будто бы это интересует куда больше. И всё-таки удаление вот этого товарища, да. Давайте посмотрим ещё раз. То есть второй надо будет брать касси без мяса. То есть я сюда захожу. Второй касси, да. То есть первый вот этот вот, второй тот. Но там минусы стоят. Но вроде бы она сможет. Здесь она берёт, берёт. Дальше мы это забираем. Забираем и сюда тянем. То есть вот сюда как раз-таки два героя уже будут нужны 100%. Ну, пойдёмте смотреть. Свиток. Улики есть, да. Улики есть, вопросов ноль. Вопросов ноль. Улики есть. Вопрос, как вывести больше. Пятый день, друзья. Аламара показываем. Против нас резист высокий. Жидита, точнее, да. Ну и Аламара вообще в целом резурект показываем, скажем так. Очень аккуратно по передвижениям здесь надо будет действовать. Ни одной лишней клеточки не нажимать. По войскам забрать это всё сюда, оставить. Этим отдать. Этим отдать сюда. Сюда. Единички. Жидитом пробить раз. Как вам лёгкое количество мумий, представляя, если бы мы начали с этого уля. Вот это прикольная сдача. Ну, типа, с резуректами гейминг. Еле-еле стэк один даже не пробиваем, да, ребят, смотрите. Конечно, здесь. Так, охуеть, можно. Ага, очень интересно. Очень познавательно и интересно, как это капитально пробить. Так-то девятое СП ничего себе. Бля, обидно, что они его не убили. Практически закончил выступление. Сами видите, чуть требуется где-то подмансить. Но в целом всё замечательно. Мистицизм не беру. Не беру. Слишком слабовато. Надеюсь на большой. Потрясающе. Отдаю всё это добро сюда. Фьюром аккуратненько подхожу сюда. Отдаю вот эти две штуки. Залетаем. Надеемся на 90. 60-ый тоже неплохо. Но моё мнение, здесь даже замедление не надо. Здесь стрелки лучше. Стрелка минус стэк. Практически, да? Пока рисуем только вот этих девочек. А где они? Потрясающе. Теперь бьём вот это добро. И тоже на резуректе. После разбиваемся. Главное... Там ещё один улей. Ох, ёлы-палы. Вода, вода не нужна. Там ещё один улей, но он далековато. Но нам разбивка героя приоритет. То есть я должен здесь всё-таки разбиться, верно? По гости я уже не разбиваюсь. Улей маленький, значит разбиваюсь здесь. Фьюр или Кася? Вот в чём вопрос. Фьюр сейчас лучше. У него продвинутое нападение. Жидитом разбиваюсь тут, ребят. Заливаю маму, выхожу. По факту. Улик тридцатый. Плохо. Встал двадцать пятый. Окей. Этот улей добрать не могу уже, видите? Никак. Скорее всего он вообще не доберётся, мне кажется. Потому что слишком много объектов нужно брать ещё с другой стороны. Погоза взять не могу. Жалко, что этот улей мы никак не вывезем. Часть артефактов лишних есть на Кассиопеи, но это всё не то. Как хочется тот улей, ребята, как хочется. Я вас полностью понимаю. Угу, нашли вариант. Ну, такое не вывозится. Привет, Саня. Спасибо, что даёшь нам свою энергию. Привет, да тут карточка интересная. Хочется сыграть хорошо. Есть чем, однозначно. А я считаю, что блок Твича был бы первой хорошей блокировкой. РКН политика Твича несёт в себе деструктив для молодёжи. Главное, чтобы хорошо реализовали жёсткое замедление. Альтернативные платформы есть. Хорошо, дружище, хорошо. Альтернативно, так сказать, одарённая ситуация. Так, ну а мы пока думаем. Зефы мы здесь не собираем. Аламарчика сюда ставим. И потихонечку вот сюда бежим. Здесь у нас будет выкуплен герой. На него мы сдаём гильдию магов. Оставляем единички вот сюда. Бежим в бой. Золотой дракоша штука серьёзная. Перчатки, штука просто тоже замечательная. Думаю, что вот этот свиток на обратный путь будет лучше добрать. И это лучше будет добрать нифига. Артефактики-то растут потихоньку. Ну и начинать надо с дальнего. Блин, как обидно, а! Туда нету прохода вообще. Есть, но снизу тяжёлый. Давайте думать. Приятный свиток ускорения. Несомненно. Вот так вот потом можно будет попробовать вывести. Улей большой, надеюсь, проблем не будет. Два никса есть. Статы какие-то есть. Блесс есть. Ну, многовато. Но в них очень плотно вгрызаются. Не думаю, что будут альтернативы, даже с учётом замедления. Думаю, что это хороший размен. И нету тут вариантов. Беру этот улик, пробиваю эту охрану, вывожу вот этим мальчиком отсюда. Точно. Триста. Четыреста. Пятьсот. Семьсот. Восемьсот. Девятьсот. Тысяча. Мальчиком вывожу отсюда. Отдаю свиток, пробиваю свиток, бегу дальше. Смотрю уток двадцать шесть и так далее. Ну так пиздуй на альтернативу. Чей тебе на такой платформе то сидеть? Так, мужики, завязывайте с этим, пожалуйста. Это вообще не правильно, это вообще деструктивно. То, что вы делаете в целом. Не то пальто, не туда мы метим. Так, шапка шестёл. Это тули обязательно. Коробка. Жидит. Плохие спеллы. Сто тридцать маны. Сто тридцать маны. Выход. Две триста. То есть у меня выход седьмой день. И задача будет добрать, скорее всего, улей справа. Но смогу ли я такой улей добрать за один день? А потом переметнуть цепочку на улей слева. Или не брать улей справа. Двадцать шесть уток есть, но кроме этого нету ничего. Думаю. Взять церк тут не совсем. Получится ли это тули? Мне кажется, туда далеко идти. Семьсот восемьсот, да? Взять, взять. Два героя сюда поставить. Два на выход запихнуть. Этих всё подудалять. Ну, очень специфично, если честно. Движни-то должно получаться. Тут вопросов ноль. А вот с верхним вопрос и есть. Есть. Однозначно есть, да? Триста тысячи взяли. Два затянули. Залили. Суда поставили. Этому на второй день сюда сходили. Свиток на выходе. Денюжка. Ну, пойдёмте смотреть. Вроде бы всё есть. Кроме таймера. Огромные статы там. Там кассл. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Здесь бежим, бьём вот этих ребят. Улик маленький. Это плохо. Тогда получается хорошо, что выставили такую цепочку на ту. Иначе была бы проблема. О, вообще тридцатый, ребята. Просто тихий ужас. Тридцать уток. Бьём магогов. Ну, бьём тогда и вампиров, получается. Раз уж такая ситуация, и вампиров будем добирать другим героям. Не то, чтобы тебя об этом кто-то просил. Но, в целом, не сказать, что лишнее. Чё, серьёзно, блядь? Чё, серьёзно, блядь? Тому челу чё? А, по нему и не бьёт толком, да? Ах, ситуация воздышные щиты. А где эспыта? Нету. Минус сутка, да. Ну, надеюсь, это будет награда хорошая. Не сказать, что прям хорошая, знаете. Видали и лучше. Санина ебливая. Ладно, приобучка. Приобучка вот сюда. Немножко думаем. Так, тут у нас Кассиопа должна пробить вот этот ящик, а взять его должен Аламар. С другой стороны, Аламаром надо пробить вот этих собак, для того, чтобы он подкачал мудрость на случай, если в ящике весь четвёртый. Ну, этот мудрость, точнее. В целом, Аламаром надо пойти, наверное, и сюда. Тоже ради экспы. Здесь можно было разделить. Не докачался. Короче, с одной стороны, да, бить надо этим. А с другой стороны, здесь может быть весь четвёртый, ребята, и очень хотелось бы его взять на этого героя. Поэтому я бьюсь здесь так. Неважно. То есть, условно, весь четвёртый здесь нажидит, а вы сами понимаете, что это такое может быть. И насколько это может быть важно. Блядь, ну ты гений. Пиздец. Красавчик, Сань. Ты мне нравишься. Спасибо. Ты мне тоже, Сань. Спасибо. И там сидит этот чел, я ему передаю весь четвёртый. Держи, друг. Не стесняйся. А, ну пока не передаю, но попозже передаю, да? Попозже. Ну, хотя бы передаю чё-то, да? А потом передам и остальное. Так, теперь очень аккуратненько сюда бежим. А вот этот улей мы не вытянем, да? Десятый левел. А может и вытянем, кстати, такой улей. А если мы вот этот улей возьмём вместо нижнего? Да, это даже лучше. Мы сейчас дадим сюда перчатки, а здесь зальём полноценно ману. Тут пойдём под ГО и встанем вот сюда. Другого пути нету. Вот такой путь. Здесь надо обдумать, то ли всё-таки этот улей, да? То ли всё-таки 6 ОЛ на выходе. Думаю. Потрясающе. Интересно. Не получается там далековато идти под 6 ОЛ на выходе. Далековато, друзья, далековато. Так, делаю шаг вниз. Смотрю на персонажей. Могу ли я тут так потащить? Вот это надо удалять. Тут надо ставить рынок. Надо собирать деньги. Надо ставить рынок. Тут надо покупать героя. Покупать ему книжку. Тут надо нажимать суда, отдавать суда. Оставить эту разбивку. И отдать до суда. И подбежать сюда. Ебать, 37 дендроидов. Это как бы, если честно, ну, аргумент. Работаем по нижнему. Кул фокус. Привет. ты не помнишь уже но советовал мне когда-то тест в норме 9,6 нанограмма слеж мл насчет спорта это круто но я ногу ломал год назад до сих пор не могу бегать прыгать не не обязательно прям так психики не обязательно прям так ты далеко пошел не обязательно прям плату упрыгиваться там убегаться подожди подожди никто не горит прям про какой-то пиздец погоди аккуратненько аккуратненько тренажер очка фитнес движушка туда-сюда по лайфам никто тебе не горит там какие-то прыгать бегать что-то там сумасшедшая аккуратненько пока братан аккуратно конечно десятка опыта 3000 сюда 700 800 900 а лайтику по лайтику чё-нибудь по поводу а этот аналитики относительно тестов это не ко мне точно это к профессионалам который в этом шарит и шарит хорошо и ни в коем случае не слушать хуй пойми так друзья ну красиво выглядит седьмой день сейчас пойдет кассе есть деньги есть что самое главное поехали аламар не сдает артефакты сколько раз про это говорить ребятушки но вы издеваетесь что ли спец он не сдает аламар артефакты не сдает так не хочу бегает кассе качать чуть-чуть да не могу этот погозит но и бог с ним мощь армии синий цвет там ангелы есть расслабляться нельзя здесь не знаю оставлю я эту разбивку здесь не буду я брать этот амулет ребят реально не буду отдаю все сюда сюда так что с аламаром и где его можно попробовать докачать сколько ему до эксприч ты еще надо тысячи это много здесь может потом всосать эту тысячу так что им бы тоже подраться базару 0 аламаром бы тоже подраться и девочек поставить надо вот этих и купить их три штучки хорошо так нагашник взять аламаром взрыв есть нагашник как будто бы не лишний конечно и там сто процентов докачь ну давай давай как говорится раз вы желаете любой каприз когда я бы не стеснялся уебал бы а то он наделал такое губ здесь разобьем здесь зайдем так теперь тут очень важный момент потому что вот этим героем не хочется отдавать туда вот так если он берет за сотку то тут нужен другой герой да да ну ты это и уже здесь и уже вот так и уже вот тогда ну ёбаный сырник блять вот это потеря вообще не шутки такие потери думаю спасибо за твои стримы особенно те которые сыном ты лучший отец удачи в игре коровку гениально прочитал а любители хоккейчик нити пожалуйста мой канал в телеграмм и цититер скотский спасибо спасибо дружище же больно одна утка минусом посмотрим сколько плюсом улики плохие пиздец какой-то по уликам на самом деле не не первый день да это хуйня с уликами ну ладно не сильно расстраиваемся по этому поводу объектов слава богу было побольше и и было чем поиграться но все равно неприятно прикиньте нормальные были бы просто прикиньте нормальные были бы ребята тоже сильный герой очень тоже обучиться было ламара но нету мудрости пособирать бы лес и встать здесь на 2000 здесь 37 в одном стеке без балика а он если один стек то он встанет этот в очке да а там драконы давай еду в одном стеке а и а и и и и и и 1027 1033 до последние 5 нормально зоркость пиздец первая помощь пиздец беру сани на этом побежал подмит шапку бью передаю и разгон делаем нам смогу ли я так сделано сразу отбить шапку так то вещь за медлом 8 скорость а а а а а и короче с учетом перчаток я хапнул все-таки эти руки и вот отсюда мы уже бежим на 2000 с единичками по нормальному по городам такая ситуация короче хапнул статы сразу чтобы сразу как-то жестко это все дело показывать до просмотра земли не сильно хочу жать лучше что-то придумаем так ожидит здесь и он передает еще весь четвертый точнее ламар да все за и бог поехали нормально не сильно плохо пойдет все good 37 уток есть статы есть 8 9 17 6 сильно резурект какой то есть не факт что мы сдохнем корвин я не знаю не знаю да лучше если ты маленький стример лучше кидай кому-нибудь там своим коллегам чтобы они тебе кидали ты им и так далее условно жалко что вот сюда не встал мне кажется вот эти вот стом улов они сильно за решать могут то что вот вот сюда вас встал вообще шедеврально было но опасно было вставлять так не забирая шапку если игрой мама на теряя из игру умирает он терять свою прокачку когда придется еще раз нет не теряет но вероятность того что он придет крайне мало сейчас отключили эту опцию практически и теперь герои которые качаются больше не приходит зачем поменяли г.м. для того чтобы уменьшить влияние рандома на игру вот на покер у тебя был диалог сиванченко ты сказал что если бы она не делала в натальян ты вы такой контракт так еще разок ты сказал что она сейчас не делал если наташа я не знаю ребята еще разок я тут в этом плане прост я никогда не буду ноги на какие шоу напрашиваться сам я не буду ни на какие шоу напрашиваться сам но если меня где-то позовут я буду рад вот и все но сам я не естественно не буду как я я считаю что если тебя куда-то не зовут то значит у тебя не хватает масштаба личности интересности личности и так далее и так далее и это не без обоснованно то есть есть куда расти есть куда им проводится поэтому всему свое время наташа тиралийся точно олеся лись вот короче вот меня позвал джабраилов так себе нашел я с радостью пошел мы должны были быть втроем там я бегу он ну да андрюха не смог из-за того что заболел температура была у нас поменялся формат короче мне по кайфу ходить на шоу на которых я комфортно себя чувствую вот например на кибер вечер вот я ходил до к бебру кликсук господи забыл вот кибер вечер я шикарно посидел какие-то подкасты игровые какие-то подкасты стриминговые какие-то житейские вещи да а вот именно какие-то форматы шоу аля чбд натальные карты или что-то такое мне кажется я не сильно подхожу для такого формата во первых у меня специфический вид популярности во вторых у меня достаточно ну я не самый разъебный шутник так сказать все таки мне кажется я развиваюсь в более длительной беседе в более глубокой нежели формате какого-то скетч-шоу где можно там не знаю но типа в стиле паша техника там обдолбиться и рофлить то есть мне такое не совсем заходит больше какие-то более другие другие вещи более серьезные может быть это дело не зазвездился дело просто в том что я прекрасно себя из-за того что я последнее время много в медиа бывают как бы да в каких-то историях ты можешь себя адекватно воспринимать в чбд хер кого пойми и займут да действительно если там тоже бывают специфические гости но если что у меня есть предложение если что есть для бы вы покера подходишь хорошо сань переживай покер это мое конечно я там подойду мне нравится участвовать в шоу в которых я нахожусь в своей тарелке то есть как будто бы мне не надо там знаешь из себя какого-то клоуна выделывать или еще что-то или там сидеть надо хуя серьезных чах мне вот по кайфу покер блять игровой контент там дотку похуй сяду на аналитику там посижу ебалом по щелку и полгораю еще что-то до киберспорт общение подкасты какие-то deep deep истории до жизненные какие-то и так далее то есть вот эти вещи а вот именно как бы какие-то форматы прям шуток искрометных наверное это все таки не моё на данном этапе надо развиваться в этой области скорее всего ну что поехали дальше митя и чар от видеть супер от видеть let's go let's go deep dark фэнтези история пока не видно ничего сильно страшного ну целом у нас все неплохо давай смотреть ох ты какой чувак пришел как же он запарил приходить ты смотри на него так ну и у нас нету ангелов я поэтому сразу делаю вот эту штучку улучшена и ну сюда есть суда на ох ты конца было бля подожди стоп надо подумать мне кажется никак но отсюда далеко уходить нельзя это кстати очень важный момент если бы вот это конца она бы сильно подрешала ребята сто процентов очень сильно так а ламаром передаю вкуснятинки ламару не поленюсь оставить птичку и пойдем дальше смотреть никсов сейчас нам деньги нужны будут по центру скорее всего хотя армия специфическая пойдемте разведку дадим посмотрим докуда добежим ох ты если я кстати не добегу это будет очень неприятная хуйня а я не добегу блин мужики но это супер неприятное дерьмо я не добегаю 470 помы не хватает чтобы добежать до верха ну как говорится ныть можно долго надо действовать добегаешь но может впритык да впритык вроде добегает ну давай поехали поехали так так удачу ой да ты мой зайчик как же ты тут тут и батюшки не буду здесь интеллект приоритете и добегаю на last move это что за новости надо будет поколдовать мы гэм будем ставить или что ставим гэма просто выигрываем давайте подумаем сегодня мне было больно два раза первый в кресле у стоматолога второй при оплате услуг стоматолога зинаида напиши мне ведь имею но не из окна саня приятного потока спасибо да зубы берегите ребята зубы зубы надо беречь это пиздец какая шапка друзья ну давайте думать так то ты давай быстро нажмем skip поставим таверну и быстро нажмем skip чтобы дать время мы на синим зачем уклад тп шить он сейчас сверху что-то вкусное добрают аломар мог тп а зачем вот и пишите ребята зачем уклад тп не совсем понял давай отсюда начинать сунам подойдем вот так и попробуем так а здесь надо шаг сюда сделать все тогда еще раз по своей перчатке есть все есть да просто еще раз разведку дай я гэм воткнул ребят я гэм имел ввиду да имел ввиду гэм все сейчас у нас нормально маны мы добежали там луна и вот сейчас уже с таверной с шапкой будем что-то делать решил вместо таверны все-таки поставить гэм почему давайте я объясню попробую с одной стороны казалось бы ну таверну ставим дат столько денег с другой стороны смотрите видите колпак он не со стороны лопа оппонент побежит снизу то есть в принципе колпак в безопасности это раз два мне кажется что у меня очень специфическая армия которая по сути только вот аломаром проводят какие-то тяжелые боевки да у нас или жидитом имеется ввиду у нас нету ангелов нету циклопов то есть ну специфика такая знаешь немножко чё твои уста глаголит насчет цен на квартире в москве я спрашивал одной там риэлторши у своей знакомой она сказала что собственно все и говорят что сейчас покупать не лучшее время но хуй его знает сам понимаешь она станет ли лучше а если еще и зафиксимся в плюсе то будет вообще замечательно к сожалению ребят у него вообще нету ничего он лить бежит на меня блять одним ангелом нахуй просто ебучим ангелом просто бежит сдаваться по сути коробку забрал да вы видели его армия ребят вы видели он даже не стал пытаться добегать он просто доигрывает по сути просто так у него совсем плохо будет прикол из карабасе чудики не могут быть чудики в карабасе потому что коробка коробка стояла на дороге еще артефакт я думаю максимум в карабасе 10 тысяч опыта да будет битва горит ну да 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 ничего нету 30 граф взял кста да видите нема на ничего нету конечно здесь беда у него раздачи 2 плюс эту ничего не сделать даже тянуть на и на не будем сразу просто взрыв покажем а взрыв не можем показать да уж но он добежал попробовал чем ну совсем видимо я не знаю кто смотрел там у него с его стороны наверно там просто какой-то говнище нереальное да на луне я кассел один этот самый один ангел нету армии я не могу показать и лемов на самом деле потому что потому что у меня их нет там до центра 300 мувов ну вот такая вот до ситуации грязь говна объекты маленький га ужасно ну все понятно одни одни калитки сдает и сдает на двух ангелах пробил 46 мишек с гаражным стеком представляю у него кстати еще эксперт вода смотрите он телепортнул юнита за стену что прикольно да да слишком сильная комба у нас была жидит 6 л на выходе и так далее огромное количество маны ну и вот тут купился гг пишет как на 7 маны телепортнул эксперт вода позволяет телепортить пом 2 маны стоят или чё то такое там на эксперт воде телепорт чуть ли не бесплатный чё водяны чтянет пусть пишет гг чё просто не повезло не повезло вон один маны тп пом 2 или 3 да ну пойдемте быстро смотреть эту им булечку я рад что до центра добежали в целом такой план и был был еще двух героев да блин не уверен по женипа а это земляной левого мага а здесь 30 граф да он хапнул но это кстати хорошая коробка 30 образ под утопку блин супер быстро глянем чё есть ну вот колпак был да колпачок был ведь был грамотность я бы не брал улики маленькие сюда прошли здесь воздух взяли конечно вот такой вот жидите усть 7070 продвинутую 79 15 клопов нас карабаса чё пишет пустой кассел ебучий 50 медведей на госгсом ну классика хули классика как говорится впрочем ничего нового да сибирский вождь меня вчера выиграл два раза ребята на пустых респах точно так же поверьте я вчера сыграл в одну же видели чё вчера было кто видел лидерство в ослоте вчера что же самое было ну да тут можно глянуть только что на базе какие-то повышалки гнолики на 5000 опыта конца снизу из приятный из неприятного вот эту штучку недоразведали хотя четверка была представьте 4 а это ботинки зеленые недоразведали блин но это уже как бы такой момент конечно не факт что это здесь работало но в целом вот этот улик забавно к нему бежали он оказался 45 бежали к нему прям вообще по кайфу свиток армагеддона немножечко все собрали здесь коробочку гляну чисто на респе весь пятый был забавно сюда прошли сюда прошли сюда взяли сюда зашли сюда зашли сюда зашли ничего интересного не нашли все чем зефа тоже маленькая лады на выходе чё получается пам пам человек выходит здесь сразу же замок блять то есть как бы все честно как обычно я там два дня бегу здесь все в принципе как говорится ничего нового десятка опыта и спешка все как то так чё как то так мать мочканулись центр с хуёвый центр когда вот такой маленький катки всегда как правило однокалиточные потому что нету камбэка нету переворота за счет глубины какой-то игры когда вот такую вот шляпу раздает в центре что чел выходит я сажусь нету к сайт замков на выходе нету лейтгейма никакого как правило просто побеждает тот кто выходит более подготовленный в плане армейки с базы вот так что так чего топе была книжка земли была а так а кстати по госту этот не взял ну-ка ну туловище легиона не то может какая-то кистень бы чуть лучше помогла 9 архов здесь мясо кстати нету ну вот восемь чудиков как-то так у я рад что коробочка получилась на весь четвертый касса ужасный может быть если по на боютку взял ну типа или написал бы там что нет смысла тянуть может быть я бы чё и согласился естественно типа ну видимо попробовал на луне обидно такую катку даже youtube на youtube непонятно как выкладывать однокалиточная хотя у нас прикольные причал но нету не было битвы никакой это вся земля была сань да понимаю понимаю вот нет была бы вся земля я бы изучил ее скорее всего да там не была вся земля там был весь четвертый да взрыв конечно же четвертый левел ну 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 ну